МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...состоять из дронов. Каким станет оружие будущего и на что оно способно? И может ли машина заменить человека на поле боя? Есть чистая работа техника и плюс создание людей, киборгов. Самые страшные аттракционы планеты. Свободное падение, выстрел катапульты и карусель над пропастью. Куда поехать, чтобы пощекотать нервы? КРИКИ Аномалии частей тела. Малыш с двумя лицами, мужчина с тремя ногами и близнецы в одном теле. Может ли генетическая болезнь стать сверхспособностью? Ну как вам нравится? Вместо одной учительницы у вас сразу две. Преступники под гипнозом. На что способны гипнологи? Могут ли они превратить человека в убийцу? И как устоять перед гипнотизером? Ты никогда не видел, что цыгами гипнозом надеют. Да, почему? Нет, это не гипноз, это психика человека. Новая версия смерти великого модельера. Кто на самом деле убил Джанни Версачи? И почему исследователи не верят в историю серийного маньяка? Он решил, что ставить палки в колеса машины казаностры может один человек. Один в поле, как говорится, воин. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. По прогнозам военных аналитиков, к 2020 году наша армия будет на 80% состоять из дронов. Предположительно, война будущего будет выглядеть так. Солдаты полностью переместятся в штабы и центры управления беспилотниками. А на полях сражений появятся роботы-убийцы и бойцы-аватары. Эксперты считают, что первыми электронными военными станут лётчики и пехотинцы. Ведь основные задачи этих подразделений смогут выполнять машины дистанционного управления. Какие разработки отечественных инженеров встанут на нашу защиту в ближайшем будущем? И кто уже сегодня готов заменить человека в бою? Светлые пятна на земле – всё, что остаётся от человека после атаки ударного беспилотника с искусственным интеллектом. Ночью в горной местности террористы всегда легко укрывались от преследования. Но от беспилотника нельзя спрятаться ни в темноте, ни среди камней. При этом дрон прекрасно отличает животных от людей. За несколько минут охоты беспилотник ликвидировал целую группу противника. Обычный отряд потратил бы на эту операцию недели и вряд ли смог бы избежать потерь. Соединённые Штаты Америки и Россия, они уже стараются вести войну дистанционно. И это видно уже по последним событиям, что современная война, она всё больше становится компьютерной и дистанционной. И тут, конечно, роботы приобретают определённый большой вес. Ну вот у нас известный персонаж уже, робот Федя такой, как бы прообраз будущего. На стрельбах робот Фёдор показал безупречные результаты. 10 из 10 – ни единого промаха. Этот, казалось бы, забавный робот на колёсиках, на самом деле уже готовый боец штурмовой группы. Он сходу преодолевает любые препятствия. Бегает быстрее человека, а в ловкости не уступает даже профессиональным гимнастам. Боевой робот «Уран-9» – гусеничный дрон на дистанционном управлении. Его вес – 10 тонн. В базовом варианте машина оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А72 со скорострельностью до 400 выстрелов в минуту, пулемётом калибра 7,62 и 10-ю управляемыми ракетами, противотанковыми «Атака» и противовоздушными «Игла». Этот робот оснащён системой распознавания образов, автоматической пушкой калибра 30 мм, противотанковым ракетным комплексом и автоматическим гранатомётом АГС-17, обеспечивающим поражение живой силой. Робот полуавтоматический. Помимо колёсных и гусеничных роботов, сегодня инженеры работают над созданием человекоподобных боевых машин. По мнению аналитиков, появление на поле боя такого противника дезориентирует врага. Ведь на интуитивном уровне нас больше всего пугают машины, внешне похожие на людей. Сегодня на Западе активно продвигается идея создания людей-биоников. Симбиоза машины и человека. Биохакеры ищут технологии для совершенствования на физическом и генном уровне. Футурологи предполагают, что примерно через 40 лет на Земле не останется ни одного человека без компьютерных имплантов. Любители острых ощущений опубликовали в сети рейтинг семи самых страшных аттракционов планеты. Составители чарта лично опробовали каждого конкурсанта. В список лидеров не вошли. Гигантский каньон из штата Колорадо. Качели на 400-метровой высоте. Формула Россо самая быстрая американская горка в мире. И Зипфорлд – сверхскоростной фуникулер над горным ущельем Уэльси. Куда отправиться за острыми ощущениями? Этот аттракцион в одном из парков американского штата Огайо развалился на части прямо в воздухе. В результате аварии один человек погиб, и семеро получили тяжелые травмы. Каждый год в мире на аттракционах происходят десятки трагедий. Но почему посетители, зная об опасности, все равно рискуют жизнью? Людей привлекает острое ощущение, потому что это связано с моментом преодоления. Происходит то, что выработка адреналина человека вводит в особое состояние, измененное состояние сознания. Оно сродни трансферам. То есть что такое трансферное состояние, когда человек в вагоне в воду готов идти? Конструкторы знают о любви человека к страху, поэтому каждый год в мире появляются все более рискованные карусели. Существует даже особый рейтинг самых страшных аттракционов. В десятке лидеров есть и российские. Например, сочинские качели, самые высокие в мире, в списке экстремалов занимают почетное пятое место. Посетители за несколько секунд пролетают над ущельем на высоте 170 метров. Очевидцы уверяют, это незабываемое ощущение. А вот знаменитая питерская катапульта. Четвертое место опасного чарта. Эта капсула с людьми за 4 секунды взлетает на высоту до 80 метров. Во время полета она постоянно вращается. Спокойно выдержать такое испытание может не каждый. На третьем месте самая высокая тарзанка в мире. Находится она в Макао. Прыжок с высоты 230 метров действительно не для слабонервных. Два первых места в чарте занимают аттракционы на крыше отеля «Стратосфера» в Лас-Вегасе. Его высота 350 метров. Здесь оборудован целый парк. Можно насладиться свободным падением и прокатиться на карусели над бездной. Многие противники парков экстремальных аттракционов уверяют, эти развлечения опасны для жизни. Но по словам председателя Всемирного комитета безопасность аттракционов Владимира Гнездилова, эти машины намного безопаснее тех, что ездят по нашим дорогам. Уровень безопасности в аттракционах в тысячу раз выше на миллион поездок, чем в авиатранспорте гражданском. С чем связано? Высококлассные специалисты, жесткие стандарты, требования безопасности. Поломка аттракциона – это редчайшее событие и происходит один раз на несколько миллиардов поездок. Тем не менее, даже у самых безопасных аттракционов тоже есть своя статистика аварий. Например, чаще всего люди погибают именно на американских горках. С 1987 года в США на них погибло более 50 человек. Владимир Гнездилов считает, что главная причина травм – нарушение техники безопасности самими посетителями. Основной травмирующий фактор – это удар. Это не то, что вы едете, ускорение какое-то, а удар. Резкая остановка или выпадение человека – вот это факторы, которые травмируют людей. Даже вот кровеносные сосуды, органы, кости, они прекрасно переносят аттракционы. Эти данные подтверждают исследования американских ученых Дугласа Смита и Дэвида Мини. Они выяснили, что пиковые перегрузки на аттракционах не способны нанести вред мозгу здорового человека. Но, к сожалению, многие любители острых ощущений просто не знают о своих заболеваниях и потому рискуют жизнью. Далее в программе. Аномалии частей тела. Малыш с двумя лицами, мужчина с тремя ногами и близнецы в одном теле. Может ли генетическая болезнь стать сверхспособностью? Ну как вам нравится? Вместо одной учительницы у вас сразу две. Музей смерти. Немецкий патологоанатом делает скульптуры из человеческих останков. Где художник берет материалы для своих шедевров? И как работает черный рынок мертвецов? Только после этой пропитки тело можно устанавливать или нарезать на украшения. Моа. Мифические птицы из Новой Зеландии. Исследователи нашли доказательства существования пернатых гигантов. Где они прячутся и почему избегают людей? Эта птица водится до сих пор в лесах Новой Зеландии. 300 бойцов Павленко. Мошенник создал целую армию на государственные деньги. Как ему удалось обмануть всю страну? И почему его называют самым честным преступником в СССР? Вот он и пытался сказать, а в чем же вредительство-то? Я же за воздух деньги не брал. Я все это построил. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В Южной Азии родилась девочка с двумя головами и тремя руками. Ребенку поставили диагноз – паразитический близнец. К счастью, врачам удалось без последствий удалить лишние части тела. Однако, по словам специалистов, девочке просто повезло. И отростки не затронули никаких жизненно важных органов. Нередко люди, рожденные с патологиями частей тела, не могут избавиться от отростков без угрозы для жизни. Но может ли такая аномалия стать сверхспособностью? И что чувствуют два человека, запертые в одном теле? Этого мальчика зовут Баладжи, и у него есть хвост. Таких, как он, в мире один на миллион. В средневековой Европе за подобный изъян отправляли на костер. Но Баладжи повезло родиться в Индии. Здесь он считается воплощением царя обезьян – бога Ханумана. Люди приходят в храм Аршид Алихана, чтобы поклониться Баладжи. Они оставляют деньги или подарки в обмен на благословение от мальчика. Баладжи счастлив и считает свой хвост божьим даром. Однако современные врачи не разделяют его мнение. На сегодняшний день порядка, наверное, 3-3,5-4% детей рождаются какими-либо особенностями. То есть различные степени выраженности пороки развития, дефекты какие-то органические. Поэтому это обычное явление, причем больше не стало. Другого мальчика, Дипака Пасвану из индийского штата Бихар, считали реинкарнацией бога Вишну. У него было 4 руки и 4 ноги, причем конечности росли прямо из груди ребенка. Оказалось, лишние органы – это останки сиамского брата-паразита. В 2010 году Дипаку сделали операцию. Общество в Индии собрало порядка 50 тысяч шкунтов стерлингов для того, чтобы эта операция стала возможной. Помогли. Операция была совершена, и, насколько я знаю, была совершена успешно. А юрист Бриган Нордстром из Новой Зеландии – счастливый обладатель пяти почек. Аналогичное отклонение врачи нашли у Роба Брауна из Великобритании. Долгие годы он жаловался на боли в спине, и только полное обследование показало, что у мужчины пять почек. Из-за этой аномалии у Роба, как он сам считает, никогда не бывает похмелья. Лишние почки, как правило, склонны в большей степени, чем штатные органы, в большей степени склонны к различным заболеваниям воспалительным. То есть в большей степени нарушается отток мочи, в большей степени свыше степени риска возникновения воспалительных процессов. Соответственно, воспалительный процесс может привести к необратимым изменениям, которые могут человека убить. Бабушка-коза. Так теперь местные жители именуют 101-летнюю Джан Руфанг из провинции Хэнань. Все началось с появления небольшого прыщика, из которого за год вырос 6-сантиметровый рог. Сейчас симметрично первому растет второй. Женщине новообразование не мешают. Теперь посмотреть на нее приезжают жители соседних деревень и даже туристы. Некий дефект в гене, который контролирует тем или образом формирование косметками. Да, или управляет этим процессом. И, скажем, при некоторых хромосомах, то есть лишние хромосомы, например, лишние 13-е. Следом за Индией и Китаем страной невиданных мутаций стала Колумбия. Несколько лет назад здесь родился мальчик с панцирем. Коричневая опухоль настолько разрослась на теле Дидье Монтальво, что его стали дразнить ребенком-черепахой. В родной деревне мальчика и его мать Луз обходились стороной и закидывали камнями. Дидье даже не взяли в школу. Сиамские близнецы из США, сестры Хенсел, очень обижаются, когда их называют девушкой с двумя головами. Они – два человека в одном теле. И, по словам самих Эбигейл и Британи, им очень повезло родиться такими. Ну, как вам нравится? Вместо одной учительницы у вас – сразу две. Если у нее что-то болит, например, желудок, я этого не чувствую, а она не чувствует моей боли. Точно так же с сердцем и с головой. Сейчас девушкам 27 лет. Они успешно окончили университет и теперь преподают в школе недалеко от дома. Таких близнецов медики называют децефалами. У девушек два сердца, но одна кровеносная система. Истории известны всего четыре пары выживших близнецов-децефалов. Единственная современная пара – сестры Хенсел. В Польше на кладбищах воруют трупы. Только за последний год полиция города Румия зафиксировала несколько десятков случаев осквернения могил. И, что самое интересное, все кражи тел совершались из свежих захоронений. Следствие отрабатывало сразу несколько версий. От сатанинских ритуалов до серийного маньяка-некрофила. Однако ни одна из этих гипотез не подтвердилась. Недавно следователи пришли к заключению, что вандалов интересовали отнюдь не украшения, надетые на покойных. По их мнению, похищенные тела продавали на черном рынке. Но кому и, главное, зачем понадобились человеческие останки? Серьги из мозга, кольцо из кусочков почки, ожерелье из срезов человеческого мяса, а трость из кости, обтянутой мышцей. В этом магазине не бывает скидок. Здесь торгуют мертвыми в буквальном смысле. Владелец магазина, в котором можно купить человеческие останки – немецкий патологоанатом Гюнтер фон Хагенс. Однако на родине его называют просто «Доктор Смерть». Гюнтер фон Хагенс – довольно скандальная личность. Вот уже несколько лет он шокирует мир своими украшениями и скульптурами, которые создает из трупов людей. Сначала он говорил, что делает это в образовательных целях. Хотел показать студентам-медикам строение человека изнутри, но в итоге просто стал зарабатывать на трупах деньги. Звучит ужасающе, но создавать скульптуры из трупов и украшения из останков Хагенс мечтал с детства. Ради этого он поступил в медицинский университет, а затем долго работал в морге. В 1993 году Гюнтер придумал особую технологию бальзамирования. Полученный результат так понравился патологоанатому, что он стал демонстрировать свои труды всем желающим. В детстве я получил серьезную травму. Врачи говорили, что я умру. Я помню, как они рассматривали мое тело, изучали все детали. И именно тогда я понял, что тело – это не просто плоть. Это нечто очень дорогое, что следует сохранить. Прежде чем сделать из трупа скульптуру или пустить его на украшения, патологоанатом вымачивает тело в формальдегиде, затем выпаривает его в ацетоне и только потом заливает специальным пластиком. Доктор Хагенс уверяет, после такой процедуры тело будет храниться вечно. Это очень трудоемкий процесс. Сначала нужно уничтожить бактерии, которые способствуют разложению тела, потом убрать жир и воду, затем уже заполнить клетки организма специальным полимером. Только после этой пропитки тело можно устанавливать или нарезать на украшения. То есть от расчленения до пластинации трупа проходит примерно год. Успех предприятия превзошел все ожидания. За несколько лет выставку мертвых посетило более 30 миллионов человек. Для фон Хагенса это стало сигналом. Продукцию пора выставлять на продажу. Этот человек пластинирует тела за деньги. Так человек обойдется в 70 тысяч евро. Но можно купить мертвеца по частям. Например, только торс обойдется в 57 тысяч евро. На крайний случай в ассортименте есть и человеческие головы. Всего 22 тысячи евро. Невероятно, но в мастерскую доктора смерть каждый день везут новые тела. Сотрудники его лаборатории заняты с утра до ночи. По официальной версии, все экспонаты – это останки добровольных доноров. Якобы они еще при жизни завещали свои тела скульптору-патолога-анатому. Но в 2004 году сразу два авторитетных издания «Гардианс» и «Шпигель» заявили, из 647 тел, полученных Хагенсом из Китая, 7 оказались останками заключенных. Нам известно, что Гюнтер фон Хагенс установил свою фабрику в городе Далянь, провинции Ляонин, с помощью человека по имени Суи Хунгзин. Если китайцы не жертвовали свои тела, они должны быть свежими, чтобы произвести процесс пластинации, то откуда брался материал для выставок. Суи Хунгзин признал, что он получал тела от китайских органов общественной безопасности. То есть жертвами мог стать кто угодно. А в 2008-м Суи был прямо обвинен в использовании казненных заключенных. Звучит ужасающе, но родственники умерших заключенных уверяли, им о смерти близких никто не сообщил, и никаких бумаг о передаче тела музею они не подписывали. Доктор Смерть уверял, что не знал о происхождении останков, и был уверен, все умершие сами завещали тела его музею. Кстати, у Хагенса были проблемы и в России. 13 лет назад его подозревали в скупке так называемых «бесхозных трупов». Но виновным во всем признали начальника Новосибирского бюро судмедэкспертизы Владимира Новоселова. Самому Хагенсу никаких обвинений не предъявили. Скульптор отделался лишь публичным заявлением, которое с трудом можно назвать извинениями. Я не знаю, есть ли среди прочих останков тела убитых заключенных, но я надеюсь, что нет. Поставщики тел из Китая и вовсе не поняли претензий европейцев. По их словам, использование тел умерших заключенных – это один из способов искупить вину преступников перед обществом. А отсутствие уведомления родственников и вовсе в КНР – обычное дело. Если суд не уведомит семью казненного о его смерти, это значительно облегчит процедуру изъятия внутренних органов у трупа. Не потребуется никаких дополнительных разрешений. Сегодня Гюнтер фон Хагенс катается с жуткими выставками по всему миру. На своих экспонатах он уже заработал целое состояние. При этом сам патологоанатом по-прежнему утверждает – его совесть чиста. И даже собственное тело он завещал науке. Далее в программе. Преступники под гипнозом. На что способны гипнологи? Могут ли они превратить человека в убийцу? И как устоять перед гипнотизером? Никогда не видишь, что цыгане гипнозом владеют? Да, и почему? Нет, это не гипноз, это психика человека. Моа – мифические птицы из Новой Зеландии. Исследователи нашли доказательства существования пернатых гигантов. Где они прячутся? И почему избегают людей? Эта птица водится до сих пор в лесах Новой Зеландии. 300 бойцов Павленко. Мошенник создал целую армию на государственные деньги. Как ему удалось обмануть всю страну? И почему его называют самым частным преступником в СССР? Вот он и пытался сказать, а в чем же вредительство? Я же за воздух деньги не брал. Я все это построил. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Китайцы научили искусственный интеллект управлять монорельсовым поездом. Программу назвали «Юнгуй». Первые испытания единственного в стране беспилотного поезда показали надежность новинки. Состав передвигается на высоте около 4 метров над землей на одном несущем рельсе. Его максимальная скорость – 80 км в час. Помимо базовых функций, программа самостоятельно определяет препятствия, находит причину сбоев оборудования и следит за пассажиропотоком. Жительница Исландии запечатлела на камеру посадку двух кораблей НЛО. Инцидент произошел на южном побережье Атлантического океана. Кадры вызвали жаркие споры среди уфологов. На записи слышно, что женщина очень напугана происходящим. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь видеомонтаж и актерская игра. В Австралии, в зоопарке Кейна Кристенсена, смотрители запечатлели на видео рождение сиднейских легкопаутинных пауков. Эти членистоноги считаются самыми ядовитыми в мире. Их яд используется для создания сыворотки от укусов пауков и их же вида. Смертоносную жидкость извлекает у самцов старше 4 лет. Американские пассажиры круизного лайнера записали видео шторма. Корабль следовал рейсам Нью-Йорк-Багамские острова. По словам очевидцев, шторм был настолько сильным, что вода попала даже в шахты лифтов, а опалубу лайнера буквально занесло снегом. К счастью, никто не пострадал. 800 тысяч долларов заработала банда китайских женщин-гипнотизеров, обиравшая пожилых жительниц американских чайна-таунов. Жертвы сами пускали мошенниц к себе домой, хотя знали их не более часа и добровольно отдавали им все сбережения. О возможностях гипноза ходят легенды. Но можно ли с его помощью поработить сознание человека и превратить его не только в жертву, но и в убийцу? В чем тайна цыганского гипноза? И где можно научиться водить в транс с помощью рукопожатия? Это Даррен Браун, один из самых знаменитых гипнотизеров Британии. Его любимый трюк – превращать людей в пьяных при помощи обычного внушения. При этом, по словам Брауна, ни один из его подопытных на самом деле не выпивает ни грамма алкоголя. Как ты себя чувствуешь? Как будто я пьян. Но не так, чтобы в стельку, но я чувствую себя слегка пьяным. Приятно пьяным. А это показательное выступление в Американском институте гипноза. Здесь за деньги предлагают обучить гипнозу через обычные рукопожатия. По мнению гипнологов, подсознание человека подобно компьютеру. Его можно запрограммировать на любые действия. Однако психотерапевт Михаил Миллер считает – все это не работает. Обыкновенного человека, у которого морально-этические нормы высоки, заставить делать что-нибудь противоправное, антисоциальное невозможно. И он никогда не совершит преступление. Не признают гипноз и в судах. В мире нет ни одного прецедента, чтобы обвиняемого оправдали, поскольку он был под действием гипноза. Но если на самом деле гипнотический транс – лишь выдумка? Почему люди так боятся цыганского гипноза? Она закурила, а потом я смутно уже помню. Я помню, что она как бы за золото, что нужно его снять, и все. Ну, по всей вероятности, таким образом я это золото сняла. Звучит невероятно. Но в существование гипноза не верят даже сами цыгане. То, что делают уличные гадалки – обычный психологический трюк. Никогда не верят, что цыгане гипнозом надеют. Да, ибо цыгане. Нет. Это не гипноз, это психика человека. Психика. Вот говоришь человеку, попадаешь на его цель, и ты смотришь на него, что он клюнул на это, и давишь на это. Понимаешь или нет? А гипноза никакого нет. Но что происходит с психикой человека во время такого сеанса? И почему после встреч с цыганами люди не могут вспомнить, как расстались с деньгами и украшениями? Мы говорим об отключении сознания. Но фишка заключается в чем? В том, что в состоянии гипноза, трансовом состоянии, человек действительно становится другим. Но когда он из этого состояния выходит, он становится прежним. И беда заключается в том, что вот этот переход от бессознательного к осознаваемому, он человеком не ловится, он забывает обо всем. Но можно ли таким образом внедрить человеку навязчивую идею и превратить его из жертвы в преступника? Внушить идею фикс? Например, убить президента? Очевидно, я был там. Но я не помню этот конкретный момент, как доставал пистолет из-за пазухи. Или где он там находился. Я не запомнил ни одного человека из тех, кто меня окружал. И я не пытаюсь что-либо придумать. Я просто не помню. Палестинец Сирхан Сирхан до сих пор уверяет, в 1968 году он убил кандидата в президенты США Роберта Кеннеди под гипнозом. И ввела его в это состояние некая неизвестная женщина. Однако специалисты не верят в эту легенду. Для того, чтобы сделать преступника или террориста, его надо вербовать не один день и не один час. Для этого нужно ему в голову, в абсолютно осознанном состоянии, вложить идею того, что он получит невероятное господство, над чем-то, он получит рай на небесах. Многие эксперты не признают факт действия гипноза, и показания, данные в таком состоянии, не считаются уликой в суде. Однако в 2014 году убийцу девочки-подростка в Брянске поймали именно с помощью гипноза. Только благодаря регрессивному погружению в транс гипнологам удалось восстановить память свидетелей и получить описание внешности преступника. Мифические птицы Моа существуют. К такому выводу пришли исследователи из Новой Зеландии. Они утверждают, что обнаружили гнездо загадочной птицы. Однако ни одного живого пернатого исследователям найти не удалось. Моа ищут уже больше ста лет. Считается, что это вымерший вид. Но так ли это на самом деле? Какие доказательства существования чудо-птицы есть у ученых? И почему древние народы верят, что Моа их охраняет? Пошел врач! Благодаря этому мультфильму о существовании Моа узнали все поклонники анимации. Официально считается, что эти птицы вымерли более века назад. Однако ряд исследователей считают, что это далеко не так. И небольшая колония чудо-пернатых сохранилась до наших дней. Это Новая Зеландия, родина Моа. Здесь до сих пор находят фрагменты костей загадочных птиц. Впервые о Моа заговорили в 1856 году. К профессору Ричарду Оуэну обратился моряк. Он принес кость неизвестного существа с просьбой установить, кому принадлежат останки. Исследования показали, ветровая берцовая кость – это фрагмент птичьего скелета. Это огромные птицы. Они достигали порядка 3,5 метров. То есть 3,5-3,6. Судя по костям и останкам, которые находят до сих пор в дюнах, в пещерах, их действительно было очень много. Другое дело, что в 11 веке туда начали добираться аборигены. Полинезии. И действительно, их начали сильно уничтожать. Более 30 лет Оуэн доказывал сам факт существования Моа. Ему удалось обнаружить многочисленные останки птиц. Но никаких признаков существования живых особей он так и не нашел. Достаточно известный палеонтолог, 45 лет жизни посвятивший изучению именно этих птиц, Моа собрал несколько скелетов. Люди, когда пришли, им надо было что-то кушать. И они увидели этих птиц, попробовали их мясо, стали на них охотиться, и истребили все поголовье птиц Моа в 19 веке. Моа – травоядные птицы-гиганты. Их вес достигал 250 килограммов. Согласно восстановленным скелетам, у них были сильные ноги и не было крыльев. От охотников Моа могли спастись только бегством. Официально считается, что этот вид окончательно истребили к началу 16 века. Однако в 1860 году исследователи находили свежие отпечатки лап Моа в районе известковых пещер в Новой Зеландии. А в 1959 году в популярном британском журнале и вовсе появилось загадочное фото, якобы снятое пилотом самолета. На снимке видны неясные силуэты птиц-гигантов. Специалисты утверждают, это фотография – подделка. Но тогда откуда в заповеднике у Ревера взялись свежие следы огромных пернатых? Эта птица водится до сих пор в лесах Новой Зеландии. Ученые теоретики, которые считают, где есть заповедники большие, то они, безусловно, уже эволюционировались, опять же, в маленькую, в какую-то там птичку. Действительно, следы, найденные в 2001 году криптозоологом Рексом Гилреем, намного меньше тех, что обнаружили в пещерах и на окаменелостях. Однако ученый уверен – эти сильно измельчавшие птицы – прямые потомки загадочных Моа. Несколько лет назад в стволе дерева Каури исследователи обнаружили целое гнездо Моа. А если верить легендам местных племен, то последняя самка птицы-гиганта до сих пор живет на вершине горы. Аборигены верят – она хранительница здешних мест, и пока птицу не поймают, Новая Зеландия будет жить в мире. Новый американский сериал «Убийство Джани Версачи» появится на российских интернет-серверах уже в этом месяце. В фильме авторы расскажут свою версию смерти известного дизайнера. Официально в 1997 году Версачи стал жертвой серийного убийцы Эндрю Кьюненена. Однако многие исследователи считают, что маньяк не имел никакого отношения к смерти модельера. Но что же произошло на самом деле? Кто убил Джани Версачи и почему? Серийный убийца Эндрю Кьюненен никогда не стрелял в Джани Версачи. Более того, некоторые исследователи уверены, сама смерть модельера – это один большой спектакль. В 9 утра 15 июля 1997 года в Майами Джани Версачи, как обычно, вышел из дома за утренней газетой. Он повторял этот ритуал каждый день. Все близкие модельера знали – эти 20 минут – единственная прогулка, которую Версачи совершает в одиночестве. На обратном пути, в нескольких шагах от ворот, Джани застрелили. Я видел этот дом Версачи, не очень большой дом, вилла, конечно, да, которую отделяет только одна дорога от пляжа и, естественно, от океана. Не было там ни заборов, ни охраны, по крайней мере, я этого не видел. Поэтому чисто технически Версачи можно было убить совершенно легко. Убийца выстрелил дважды. Обе пули попали Версачи в затылок. Прохожие заметили убегающего мужчину в белой майке и черных шортах. Несколько минут спустя Джани Версачи умер в машине скорой помощи. В преступлении обвинили американца Эндрю Кьюненена. Полиция уже разыскивала его за убийство четверых человек. Якобы Версачи стал его пятой жертвой. Как и была официальная версия. Значит, был неудачник, у которого, предположительно, были интимные отношения с Версачи. Версачи никогда не скрывал своих сексуальных пристрастий. Якобы этот неудачник из-за чего-то в ходе этих своих неудачных сексуальных отношений с Версачи решил ему отомстить. Общенациональный розыск убийцы прекратился через 8 дней, когда Кьюненен сам себя смертельно ранил на прогулочной яхте буквально в 4 километрах от места убийства. Однако журналисты не поверили в историю с маньяком. В прессе появилась другая версия. С дизайнером расправились мафиози. Итальянцы в Соединенных Штатах всегда помнят о своих корнях. У тебя мощнейший бизнес. Почему бы ты не отстегивал нам, нашему клану? Почему бы ты не разрешал нам, в частности, делать фальсификат под твоей маркой? По мнению ряда исследователей, итальянская мафия отмывала деньги через дом Версачи. В конце 90-х годов прошлого века оборот компании-дизайнера составлял 260 миллиардов долларов. Мафиозные кланы забирали 10% от суммы. Но якобы в какой-то момент модельер решил порвать с преступным миром. Он решил, что вставить палки в колеса машины казаностры может один человек. Один в поле, как говорится, воин. И поплатился за это. Мафия убила его. По словам родственников Джанни, ему часто угрожали. Он получал предупреждение мертвых собак и птиц. К слову, рядом с телом дизайнера тоже нашли убитого голубя. Но самое удивительное, Джанни и птицу пронзила одна пуля. Мог ли душевнобольной Эндрю Кьюненен похвастаться такой меткостью? Современные исследователи считают, итальянская мафия действительно замешана в этом деле. Вот только Джанни никто не убивал. Полиция дело об убийстве этого стилиста расследовала в ритме блиц. Очень быстро нашелся убийца. Все казалось до предела прозрачно. Убийца был психически неуравновешенный человек. Все это выглядело очень странным. Интересно, что по иронии судьбы на убийце было белье Версачи, когда он якобы покончил с собой. Париж. Отель Риц. Это последнее видео Джанни Версачи. Он лично выводит моделей на подиум. Его последний триумф. В 1993 году врачи диагностировали у Версачи рак среднего уха. А некоторые знакомые дизайнера утверждали, что у него был СПИД. Некоторые эксперты считают, на самом деле модельер просто решил спрятаться от публики, а его убийство было хорошо продуманной инсценировкой. Причем поставить спектакль Версачи помогла именно итальянская мафия. А Эндрю Кьюненена просто назначили убийцей. Ну, это же тоже, насколько это знакомо. Один человек убивает другого. Мы в Майами занимаемся расследованием преступлений. У нас еще пять висеков. А почему бы не повесить еще эти пять висеков на одного человека? Нет человека. Нет проблемы. Эта первая информация об этом обнаруженном убитом убийце Версачи, мне кажется, до сих пор кажется очень странной. После трагической смерти Кутюрье его коллекция разлетелась в считанные дни. На траурной церемонии в Майами присутствовало всего четыре человека, только члены семьи. Тело кремировали, а урну с прахом якобы отправили в Италию. По мнению исследователей, в этот момент Джанни Версачи вместе со своим партнером Антонио Домико был уже далеко от Америки. 110 лет назад в Киевской области родился один из величайших аферистов нашего времени Николай Павленко. Он вошел в историю как человек, сумевший создать целую фальшивую армию. Но самое удивительное, его псевдовойска не только находились на балансе у государства, но даже получали награды и ордена от правительства СССР. Самого же себя лжемайор Павленко даже наградил орденом Красной Звезды. Но как ему удалось обмануть целую страну? И почему эксперты называют его самым честным мошенником в истории СССР? В 1954 году в трибунале Московского военного округа по одному делу проходили сразу 300 человек. Суд слушал дело лжемайора Павленко и его фальшивой армии. Почти 11 лет он сумел держать на балансе государства несуществующую военную часть. Бригады его рабочих по госзаказу строили дороги и здания в Молдавии и Прибалтике. Но как этому человеку удалось обмануть государство? И почему он это сделал? Павленко – автор, ну, если не самый масштабный, то по крайней мере невероятно дерзкий по замыслу аферы, которую он осуществлял в период войны и в послевоенные годы. У Павленко было до 200 человек, которые выполняли функции, соответственно, строительных рабочих. Все, кто есть в обычной нормальной военно-строительной организации. О жизни самого Павленко известно не слишком много. Родился на Украине, поступил в Минский политехнический институт на строительный факультет, но на втором курсе бросил учебу и ушел на стройку прорабом. В 1932 году был принят известный закон о трех колосках. И вот в связи с этим законом Николай Павленко становится сотрудником органов госбезопасности. С началом войны он оказывается на фронте в составе 2-го стрелкового корпуса. Совершает дезертирство, оказывается в Твери. Считается, что идея создать фальшивую армию пришла в голову Павленко после встречи с бывшим сослуживцем Людвигом Рудниченко. Приятель показал Николаю резиновую печать, участок военно-строительных работ Калининского фронта номер 5, вырезанную из сапога ради шутки. Дальше все оказалось совсем несложно. Они решили создать сами такую вот строительную контору какую-то. Заказали в типографии настоящие бланки. Используя бланки, они смогли заключать контракты на ремонтно-строительные работы, дорожные работы, ремонт дорог. И он так постепенно-постепенно выходил все выше и выше. Военное строительство, оно находилось под особым грифом. Можно сказать, грифом секретности. За годы Великой Отечественной войны фальшивая часть Павленко заметно выросла. Более 200 человек личного состава. Почти все офицеры были подельниками афериста. Рабочей силой стали отбившиеся от своих подразделений военнослужащие. Он умудряется эту часть поставить на официальное довольствие. Он умудряется от вот этих подпольных и полуподпольных заказов перейти к получению заказов нормальных. То есть он уже вполне себе военно-строительная часть с номером полевой почты. И так всю войну, вплоть до Германии, с этой частью пройдет. После войны Павленко не распустил свою несуществующую часть. Он выдал всем сотрудникам хорошее вознаграждение и продолжил работать. Толдаты получили от 7 до 12 тысяч. Особо приближенные сержанты и кое-что, кто из рядовых, которые были приближенные. А офицеры получили от 15 до 20 тысяч рублей. Сам он положил в карман 90 тысяч российских рублей. Кроме того, Николай выбил для своей фальшивой армии настоящие награды. 230 единиц для личного состава и 4 для себя. Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной звезды и боевого красного знамени. Но как Павленко удалось провернуть такую аферу? Моя такая версия, что когда он был завербован как секретный агент агентами ОГПУ, то он с тех пор и работал на НКВД. Вот эта часть, о которой идет речь, УВСР-5, это была некая легендированная часть НКВД. Но если за спиной Павленко стояли спецслужбы, то как получилось, что он оказался на скамье подсудимых? В 52-м году якобы в Генеральную прокуратуру поступает письмо от одного из наемных служащих, которые вербовались для данной части, с жалобой, что, ну, и, грубо говоря, обсчитали. Якобы выявилось, что эта часть нигде не значится. И начали проверку, выяснили, что это афера, что это мошенничество. 14 ноября 1952 года милиция задержала 400 человек. Оказалось, многие даже не догадывались, что работают в несуществующей организации. Самого Павленко арестовали только через неделю на конспиративной квартире. Перечень изъятого у афериста имущества занял несколько томов. Дома, квартиры, 4 автомобиля «Победа», 3 пулемета, 8 автоматов, 25 винтовок и карабинов, 18 пистолетов, гранаты, более 100 единиц строительной техники, печати, штампы, десятки тысяч различных бланков, множество фальшивых удостоверений, тех паспортов и, конечно, деньги. Он старался увести суд от обвинений политических, махинации, подлоги, сроки за это полагались в советское время приличные, но не расстреливали. Вот он и пытался сказать, а в чем же вредительство-то? Я же за воздух деньги не брал. Я все это построил. И я построил это в соответствии с достаточно высокими стандартами качества. В результате по делу о мошенничестве было осуждено 17 человек. Павленко приговорили к смертной казни. Остальные получили сроки от 5 до 20 лет. До сих пор точный день казни и место, где проходили похороны советского афериста номер один, остаются под грифом секретно. Гетте говорил, нет ничего опаснее для новой истины, чем старое заблуждение. Давайте искать правду вместе. С вами был Олег Шишкин. Вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова